В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В выпускной событие серьезное, ответственное и долгожданное, а значит и подготовка к нему должна быть соответствующей. Начнем с профессиональных уходовых программ, которые придают сияние ослабленной после экзаменов и контрольных кожи лица. Есть ряд эстетических проблем, которые решить можно только при помощи профессионального косметического ухода и правильно подобранной косметикой с доказанной эффективностью. Более 20 линий профессионального и домашнего ухода созданы для решения конкретных эстетических проблем с учетом механизмов взросления и старения кожи, биоритмов гормонального фона, конституции тела, климатических условий, а также чувствительности кожи к окружающей среде. Стильная прическа начинается с ухоженных волос. Именно поэтому незадолго до события рекомендуется процедура восстановления молекула красоты. В молекуле красоты существует несколько видов уходов. Это для волос вьющихся, для окрашенных волос, для волос без объема и для восстановления поврежденных волос. Результат виден после первого применения. Перед выпускным вечером можно сделать уход и волос будет выглядеть совершенно по-другому. Он будет блестящий, шелковистый, здоровый. Ну а когда кожа и волосы приведены в порядок, необходимо определиться с концепцией макияжа и прической. Вариантов причесок очень много, но мы рекомендуем не забывать про естественность, легкость, подчеркивать свою юность, выбирать легкие, незамысловатые прически. Возможно, пучки как рыхлые, так и очень гладкие. В этом сезоне они сместились выше, на макушку. В этом году также актуальны хвосты. Прямые, гладкие, высокие, так и пышные. Хвосты можно сочетать с плетением. Очень актуально в этом сезоне. В третьем вариации плетения добавляют романтичности, легкости. Также в моде пышные локоны, которые добавят воздушности. Такие ангельские локоны всегда подчеркивают юность и нежность. Если все-таки брать тренд весны и лета 2018 года, в первую очередь это полная легкость. Мы уходим от графичных бровей, от графичных глаз, то есть то, что было популярно несколько сезонов назад. Губы сейчас тоже преимущественно не графичные хочется видеть. То есть если мы возьмем недавние показы, все мировые визажисты используют именно вот этот эффект зацелованных губ. Единственное, что может говорить о графике, это стрелки. Стрелы до сих пор актуальны, но они тоже не классические голливудские, а могут быть цветными, с блестками, либо с длинными хвостами. Это тоже вполне приветствуется. И последний, но не по значимости штрих, это нейл-дизайн. Концепций декоративного покрытия ногтей в выпускной моде существует несколько. Обязательно учитывать нужно особенности и тонкости вашего образа. Можно рассмотреть несколько вариантов, которые можно использовать для выпускниц. Первое, это использование глиттера, блесток. Мы покрываем либо один ноготочек, чтобы это не было много. Делаем глиттером изящные, красивые линии, либо лунки. Второе, это мы используем для нежного, такого романтического образа, цветочную тематику. Сейчас, тем более в тренде, очень флористика идет на ноготочках. Кружевной маникюр тоже придаст шарм и элегантность. Девочка, покрытие с использованием втирки, которое дает всевозможные эффекты. Оно может в целом завершить образ выпускницы. Смелые девушки, желающие выделиться и создать акцент на своих ноготочках, естественно, могут покрывать ногти яркие. Но тут главное, нам нужно выбрать цвет, который будет подходить к наряду. Подготовка к выпускному – дело не только хлопотное, но и приятное. Особенно, когда имеешь дело с настоящими специалистами, такими как мастера имидж-студии Елены Ивановой. Профессия стилиста сегодня настолько популярна, что обращает на себя внимание многих людей. Кто-то пользуется услугами и заказывает шоппинг-сопровождение, кто-то следит за деятельностью в Инстаграме, ну а некоторые посещают мероприятия формата Fashion Day. Проект Fashion Day в этот раз был посвящен не только модной одежде. Перед гостями выступили ювелирный эксперт, нутрициолог и специалист в области парфюмерии. Это моя история постоянного обучения. Я решила обучить Челябинск, пригласить самых крутых спикеров в своих областях, чтобы они дали знания нашему городу. Формат все-таки не ярмарки, не маркета, а именно такого модного дня, когда ты можешь познакомиться со своими коллегами, когда ты можешь познакомиться с людьми, о которых ты знаешь, но никогда не слышал. Почти на всех стендах представляют бренды, собственники бизнеса, либо дизайнеры. Это очень интересное знакомство, можно пообщаться и уже из уст в уста получить информацию о том, как носить одежду, как носить украшения правильно. Это очень ценная информация. Мы привыкаем к определенным образом, мы привыкаем к определенной подаче, подаче брендов, подаче красоты. А когда мы приходим сюда, мы можем по-другому посмотреть на мир, на себя, примерить какие-то новые вещи. Первое слово берет стилист Наталья Семенова из Екатеринбурга. Она представила сразу две актуальные темы. Первую часть я посвятила карьере начинающего стилиста, либо бьюти-мастера, от того, как он может найти свою нишу на рынке и добиться мирового признания и успеха. А вторая часть, вторая лекция будет посвящена стильному году современной девушке. То есть на что обратить внимание, какие существуют лайфхаки и как быть стильной, но при этом не быть в массе идентичных людей и не быть похожей на какого-то клона. Узнать о том, что модно сегодня, не составляет труда. Источников этой информации в наши дни больше, чем когда-либо. Именно поэтому мы спросили экспертов проектов Fashion Day о том, что теряет свою актуальность. Анти-тренд, например, первый, заключается в том, что не нужно создавать псевдо-стиль. Что такое псевдо-стиль? Это когда вы посмотрели, например, какую-то неправильную пропорцию, какую-то интересную миксовку и попытались ее повторить, но при этом не учли канонические аспекты, связанные с композицией, с пропорциями, с возможностями нарушения, потому что иногда это смотрится комично. Следующий анти-тренд – это вещи с чужого плеча. То есть, например, если ваши линии тела более плавные, а вы надеваете вещи для девушек, которые более острые по своей фигуре, то, конечно, идет отсутствие вот этой интеграции. И получается, опять-таки, это какой-то анти-тренд и анти-мода, даже заблуждение в какой-то степени в стилистике. Ну и такие массовые анти-тренды – это леггинсы с короткими топами, это всевозможные сетчатые колготки, это неправильная носка изделий и так далее. Анти-тренды, я думаю, что это все в обтяжку, короткая, обтягивающая одежда, вызывающая, не знаю, какие-то реакции. Ну, в общем, одежда должна быть комфортной, удобной и вам идти. И я точно знаю, что сейчас носить нельзя. Можно будет носить не только можно будет носить, но будет очень модно через полгода. Например, резинки из наших 90-х объемные или крабики, которые сейчас анти-тренд этим сезоном, осенью зайдут с такой популярностью, и это будет очень модный аксессуар. На смену еще вчера популярным маркетам сегодня приходят события, подобные этому фэшн-дню, где можно не только познакомиться с творчеством местных дизайнеров, но и узнать много нового, интересного, персонального, связанного с модой и стилем. Летний день одной цены в Тессуре. Жаркие цены на часть коллекции тканей. Салон ткани Тессура на Тиберязьево, 26. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» — это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя — сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2 этаж. День защиты детей в этом году отмечали весьма разнообразно. Были и конкурсы, и концерты, и мастер-классы, и даже модные показы. Все, что попало в объектив нашей телекамеры, смотрите прямо сейчас. Подиум сегодня открыт не только для высоких и стройных. Модную одежду демонстрируют и взрослые, и дети. В нашем случае это воспитанники специальной коррекционной школы 127. Год усердных репетиций, и вот на подиуме коллекции школьной формы и вечерних платьев. Дефиле, конечно, это такая точка проекта. Самое главное, что дети, которые в течение года занимались, они поняли и почувствовали умение быть красивыми самим. За время проекта девушки узнали, как правильно ухаживать за кожей, делать макияж и прически. Основным предметом, конечно, была подготовка общефизическая. Мы ставили спину, осанку, ставили шаг. И вот в завершении мы сделали дефиле. И девочке, надо понимать, что некоторые девочки не видят совсем, некоторые девочки с очень маленьким процентом зрения. Тем не менее, когда они репетировали, зрители были удивлены. Как так? Кажется, что совершенно обычные девочки. Вот настолько они научились собой владеть. Выход на подиум для этих ребят – настоящий подвиг. И в этот день все увидели, какие они красивые и сильные духом. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Самый первый летний праздник – День защиты детей – в этом году отмечали в основном в помещениях. Но у некоторых хватило смелости и позитива для праздника на очень свежем воздухе. Для пельменной «Патриот» День защиты детей – событие традиционное. В преддверии праздника всем юным посетителям пельменных предложили принять участие в конкурсе рисунков. Семья Сафоевы, где пятеро детей, предстала на коньках и на роликах, на самокатах и за теннисными столами. Это мой папа. Это мама и братик. Это два младших брата. Это сестра и я. Папа, мама и я. Где-то я совсем маленький. Скейтборды, самокаты, игрушечные автомобили и другие призы достались каждому участнику выставки. В этот день вместе с детьми радовались и взрослые. Девочкам самокаты, а мальчикам скейты подарили. Куда вас сегодня мама привела рано утром? На праздник. Что это за праздник? Не знаю. Мы очень часто приходим в Пельменную, в Патриот. Нам очень нравится, с детками можно здесь покушать, перекусить. И увидели, что можно принести подделки какие-то и получить за это подарки и прийти поучаствовать в таком замечательном празднике. Детишки же это самое главное, что есть у нас в жизни. Вот, и им посвящаются все праздники наши. Здесь очень много знакомых, конечно, и родные здесь мои. И мы тут все рады и довольны. У каждого из нас воспоминания о детстве не только визуальные, но и вкусовые. И этот праздник подарил гостям и то, и другое. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чтобы там не писали в глянцевых журналах и модных блогах, каждый сезон льняные ткани всегда оказываются над модой и вне тенденций. Но, несмотря на это, популярность моделей изо льна неизменно высокая, а потому появляются они каждое лето. Лен в натуральной расцветке в лаконичных моделях – это своего рода классика летней моды. Характер образу в данном случае придают аксессуары. Долгое время основным способом украсить льняное полотно являлись вышивки. В последние несколько лет технологии обработки ткани позволяют наносить дизайнерские принты ярких оттенков. Леон – это всегда практично и комфортно. И, как уже было сказано раньше, актуально каждый летний сезон. При условии, конечно, что комплект с участием льна украшает конкретную фигуру. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург. Автор уникальной методики нитевого лифтинга. Член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов центра «Арт-Медика». 775-19-88 Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Показы дизайнеров сегодня украшают самые разные события. В нашем случае это презентация элитной недвижимости. Между рассказами о квартирах повышенной комфортности свое творчество представили основатели трех российских брендов. Сегодня мероприятие посвящено трём сегодня дизайнерам. Это бренд «Поп энд Попл» – производство в Челябинске «Сенс». Это производство в «Златоуст» – тоже наши дизайнеры такие масштабные, можно сказать. Вот и бренд «Картон». Здесь представлены только платья, и то их совсем небольшое количество. Я просто попыталась… Конечно, это получилось очень сумбурно, много всего. Но просто я хотела показать, что вот насколько многогранный наш стиль, он многогранный, да? Что мы можем и сарафаны, и платья, всё это вместе соединить. И в принципе, это получается такой целостный образ. Изобразительное искусство, мода и выступление стилиста. Сегодня так важно, чтобы внутренний мир человека отражался и в одежде, и в антураже. Велась большая работа, мы работали с дизайнером вместе, смотрели, какие работы подойдут, куда и как. То есть это совместная работа с дизайнером. Сегодня у меня мини-лекция про пауэр-дрессинг. Это довольно актуальная тема. В ней существуют ещё и микро-тренды, о которых мы сегодня поговорим очень недолго. Ну и как адаптировать пауэр-дрессинг в деловой стиль, я тоже об этом скажу. С одной стороны, избитая идея, но всё равно она до сих пор очень востребована в Челябинске, потому что все хотят в то же время какого-то расслабленного интерьера и при этом какой-то пафосности. На смену пафосным ивентам сегодня приходят атмосферные вечеринки, закрытые показы и презентации, которые рассказывают в кругу избранных о том, что будет модно в предстоящем сезоне. Все сюжеты Бьюти Тайм, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершён. До встречи. Команда Бьюти Тайм ТВ благодарит партнёров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды» и медстудию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова